И здесь вот, когда мы уже заняли передовую, и этот танк без башни здесь несколько раз проходил. Почему? Потому что он был с завода, человек горел, как бы патриотом был, и башни еще не успели поставить, и пушки на нем не было. Был один пулемет, и тем не менее гусеницами и пулеметом этот человек, наш заводчанин, тракторозаводец, защищал Родину. Фашист пришел прикрыть этот живой родничок для того, чтобы питаться, воды набрать. Хотя до Волги-то рукой подать, а фашисты умирали без воды. Вот и сгорелась эта дуэль. Она длилась вообще три дня, но закончилась победой за каких-то считанных пять секунд. Фашист как раз вышел на дуэль уже подготовленным. До этого он снял моих двух снайперов, и с помощью солдат, которые находились здесь, не удалось его сразить. Я не знал, что это за птица прилетела в Сталинград, но когда мы вытащили его, то оказалось, что это начальник школы снайперов из Берлина. Столько детей, женщин, погибших, валялись они на улице, сожженным, полусожженным, потом на кусками. Это все сильно влияло. Мы каждый дом, каждый дом стояли и не боялись. Немцы, вот рядом еще здание было, они захватили ночью наши, во главе нашего сержанта, он со своим отделением. И это день целый год. А как они сделали? Резали. В этом операции отомсили, получили свое, я бы сказал, удовольствие. Ну, они могли бы немцам сказать, что зачем ты приехал. Приехал, ты должен здесь оставаться, не вернуть. Вот на моем кургане, за который шла бесконечная битва, тяги наши в очередной раз. И нужно было поддержать пехоту, которая забралась на этот самый моем курган, посылается. Да, и тут бомбардировщики, и командующий Хрюкин вызывает немедленно, чтобы бомбардировщиков судить, удержать нашу пехоту на этом самом навершине. Хрюкин вызывает эскадрилью истребителей, поднимаются эскадрильи, из истребителей 7 человек. Я не хочу называть фамилию, капитана команды эскадрильи, они убедились, что идет армада, и он спорачивается. И то, что их уклоняется от боя, вверх по волнению. Схрюкин приказает расстрелять. Приказ. Я считал документы о том, как переводится этот приказ к исполнению. А летчиков в штрафную эскадрилью. Значит, потери авиации под Стелеграном были жесточайшими. Жесточайшими. Полт существовал в составе маршала, полт в составе армии находился в течение одной недели и прекращал свое существование. Говорит о том, как велики были эти боярии. Причины. Причины. Ну, во-первых, высочайший накал самой борьбы. Действительно, речь шла о жизни или смерти нашего государства. С другой стороны, бросалось все, что было. Бросалось все, что было. Понимаете, как в топе. Причины. Субтитры подогнал «Симон»